Здравствуйте, в эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В республике сохраняется особый режим, который предписывает соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В Черкесии полицейские и общественники вручили на дому первый паспорт Магомеду Качаеву. О необычном мероприятии расскажем в выпуске. В республиканской библиотеке состоялся мастер-класс для молодых писателей и поэтов. Участниками стали участники социального проекта «Человек-читающий» и клуба «Метрум». Маски, тесты, социальная дистанция и QR-коды. В республике сохраняется особый режим, который предписывает соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Руководитель управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Сергей Бескокотов рассказал, какова на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике. Ежедневно мы регистрируем около 90 заболевших с новой коронавирусной инфекцией. И, к сожалению, количество госпитализированных у нас также не уменьшается. В районе 900 человек находятся сейчас в госпиталях ковидных и очень много средних и тяжелых форм развития болезни. Эпид процесса именно после вот этих ковидных каникулов, так называемых, у нас дети находились две недели вне учебного процесса, и взрослые находились неделю на вынужденных отгулах. Хотя инкубационный период при ковидной инфекции у нас 14 дней, но я считаю, что вот это небольшое разобщение все равно помогло стабилизировать эпид процессы. Плюс к этому у нас сейчас усилены меры безопасности, имеется в виду по контролю за ограничительными мероприятиями. До февраля месяца гражданам будет дан срок для получения прививок, постановки прививок, и после этого им после постановки второй прививки будет присвоен QR-код. То есть если гражданин имеет QR-код, а он может быть трех уровней, это после прививок, после болезни или после отрицательного ПЦР-тестирования. После этих трех, если он имеется QR-код, гражданин может свободно посещать общественные места, общественный транспорт, летать в самолетах. QR-код гарантирует, что в общественное место не попадет больной человек. То есть QR-код, вот я уже сказал, три вида, либо после болезни, либо после прививки, либо после отрицательного ПЦР-теста. Это самое главное требование и необходимость наличия QR-кода. После вакцинации проходит в течение полугода, после этого необходимо пройти ревакцинацию. QR-код сохраняется, насколько я знаю, в течение одного года после проведения первых двух прививок. И в случае, например, если человек переболел, вот не успел сделать ревакцинацию, то QR-код прививочный аннулируется, а присваивается QR-код переболевшего, который также действует в течение шести месяцев. На глазах может человек отяжелеть, у него появляется одышка, резко повышается температура, слабость, головная боль, причем очень резкая головная боль, которая не снимается никакими таблетками. Поэтому нужно следить со своим здоровьем, если вы находитесь дома, нужно мерить сатурацию, это пульсоксиметром, ежедневно, даже несколько раз в день. И в случае ухудшения ситуации вы обязательно в порядке сразу же обращаться к врачу, не ждать дома. Обычно у нас тяжелые больные попадают, когда 5-8 дней находятся дома с высокой температурой, занимаются самолечением, а когда уже действительно ситуация становится критической, и госпитализируют больницу, ну буквально прямо из машины в реанимацию. И, к сожалению, не все из них эти случаи заканчиваются благополучно. Каждый из граждан переносил и знает, как оно начинается. Это головная боль, это слабость, это затруднение дыхания. Это, ну если взять инструментальные методы уменьшения сатурации крови, ниже 95-93%. Ну, я думаю, что в любом случае, вот при появлении первого из этих же признаков, даже просто если у вас кратковременное повышение температуры, нужно сразу обращаться к врачу. А уже врач определит, что у вас назначит, если нужно тестирование на ПЦР, на ковидную инфекцию, и назначит лечение. В любом случае, вы должны обязательно остаться после каких-то из этих симптомов дома. Возможно, самоизолироваться от семьи, чтобы не явиться источником заражения для окружающих. И обязательно начать лечение. Изменяются требования к контактным новой коронавирусной инфекцией. Теперь те лица, которые были привиты в течение шести месяцев, не более, от последней прививки, от первой прививки, они уже не подлежат отстранению от работы и получению больничного листа. Поэтому нужно будет уже, мы лечебное учреждение, конечно, об этом известим, и постановление будет мной издано, чтобы врачи уже выбирали среди контактных людей, которые имели прививки, вся эта база у них есть, и они уже не будут отстраняться от работы. Я думаю, что это для многих граждан станет существенным таким облегчением. Не нужно сидеть дома две недели, даже если ты здоров, если ты можешь активно работать и приносить пользу. Чрезвычайную озабоченность властей вызывает выполнение правил индивидуальной безопасности на объектах торговли и общественного питания на местах массового пребывания людей. Рейдовые мероприятия специальной комиссии, организованные администрацией поселений, прошли в ауле Адильхалк Нагайского района. Ахмат Халкевичев подробнее. Подобные рейдовые мероприятия в Адильхалке проводятся с периодичностью в две недели раз. Участники специальной административной комиссии прежде всего проверяют соблюдение масочного режима, социальной дистанции и наличие дезинфицирующих средств для работников и посетителей объектов торговли. Все торговые объекты уже осознанно подходят к этому вопросу и организовывают в своей работе предостережение всех этих мер и закупают средства защиты для того, чтобы у них было в наличии в магазинах. И они могли предоставить и покупателям, и продавцы имели возможность менять маски с периодичностью в два часа. Только совместно с нашей съемочной группой специальная комиссия администрации сельского поселения проверила шесть объектов, ведущих розничную торговлю продуктами и товарами широкого потребления. В селах у нас в основном много взрослых людей, пожилых. Каждый оберегает своих родных и близких. Конечно, одевают маски. Есть какие-то, которые говорят, мы только переболели. Но, тем не менее, никто в штыки не берет, все воспринимают, одевают маски. Если они без маски, то мы предоставляем им маски, чтобы они были в масках все. Каких-либо серьезных нарушений в ходе рейдовых мероприятий не было выявлено. Все обошлось парой предупреждений и то в отношении посетителей, которые нет-нет-то нарушали социальное дистанцирование и забывали вовремя одевать маски. В общественных местах, по крайней мере, все должны носить маски. Это безопасность в первую очередь. И каждый для себя должен знать, что он хотя бы должен носить маску для себя и для окружающих тоже. Я как бы привита и все равно ношу маску. Примечательной особенностью 4-й волны в Ногайском районе стало то, что именно этот муниципалитет выбился в лидер по числу привитого населения. Вакцинировалось свыше 50%. Ахмат Халкечев, Роберт Джагутанов, Весть, Крачаево, Черкесия. Сегодня день правовой помощи детям. Приоручив к этому дню, в Черкесске полицейские и общественники выручили на дому первый паспорт Магомеду Качаеву. В отдел МВД по Черкесску обратилась местная жительница с просьбой в помощи получения паспорта ее сыну, достигшему 14-летнего возраста, который не сможет самостоятельно передвигаться. Установленный законодательством срок, документ был оформлен. Начальник отдела по вопросам миграции МВД России по Черкесску Ольга Батчаева и председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Мария Табиева привезли в назначенный день и время паспорт гражданина Российской Федерации на дом заявительнице и вручили его молодому человеку. Мама Магомеда Качаева поблагодарила полицейских и общественников за проявленную заботу, понимание и поддержку. Отмечу, что в случаях, когда за оформлением документов обращаются маломобильные граждане, полицейские оперативно помогают им. Далее погода на выходные, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Делаем сами своими руками. Под таким названием состоялось торжественное закрытие выставки декоративно-прикватного искусства, рукоделия, народных помыслов и ремесел. Мероприятие организовано Карачаево-Черкесской республиканской организацией Всероссийского общества слепых. Альбина Ламкова продолжит тему. На выставке представлены работы слабовидящих и незрячих людей, которые были созданы в течение последнего года. Ее открытие состоялось 20 октября, а сегодня уже проходит торжественное закрытие. Здесь участников ее награждают дипломами и различными призами. Призовой фонд для поощрения победителей выставки представлен Карачаево-Черкесской республиканской организацией ВОЗ. Из средств предусмотренных государственных программ и неравнодушных людей из администрации магазина «Аромат». Одаренные, которые хотят показать свое творчество, вот они выставили свои изделия, разнообразное прикладное искусство, как мы называем его. Вот они этим занимаются от души. Благодаря подпрограмме номер 7 у нас социальная поддержка, сопровождение инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесии. Вот как-то совместными усилиями мы это мероприятие подводим. В кругу слабовидящих и незрячих людей много талантливых. Творчество помогает им жить, несмотря на наболевшие трудности. Примечательно, что люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, ничем не уступая обычным зрячим, сумели продемонстрировать на выставке изделия разных жанров прикладного искусства. Около ста работ было представлено. Это вышивка, вязание, шитьё и различные поделки. А для того, чтобы развить свой талант, многие умельцы прошли курсы в Центре реабилитации слепых ВОЗ города Волоколамска. Гайшата Мирокова прошла обучение с пользой, восстановив и здоровье. Школу закончила с отличием эту Волоколамскую. Я с детства плохо вижу. Занятие творчеством меня омолаживает. Общение. Слабовидящие и незрячие люди талантливы не только в прикладном искусстве. Они развиты всесторонне. Многие из них прекрасно поют. Демонстрация музыкальных талантов стала последней и самой приятной частью торжественного закрытия выставки. Альбина Ламкова, Расул Бердис, Вести, Карачаева, Черкесия. По инициативе благотворительного фонда созидания в Черкесских стенах Республиканской библиотеки состоялся мастер-класс для молодых писателей и поэтов, на котором обсуждались актуальные проблемы. Как заявить молодому начинающему автору о себе, как участвовать в литературных конкурсах, опубликовать произведения. В эпоху интернета для этого есть много возможностей. В течение двух часов собравшиеся, а это были участники социального проекта «Человек, читающий им метрум», говорили о тревожащих их проблемах. Благодаря мастер-классу многие из них узнали, куда обратиться, с чего начать, чтобы стать ближе к читателю. По мнению организатора встречи волонтера благотворительного фонда созидания Мурата Хутова, такие мастер-классы призваны помочь начинающим авторам. Идея провести такое мероприятие возникла спонтанно, чтобы поддержать культуру, литературу, поэзию Крычаев-Черкесии. И мы выбрали местом проведения Государственную национальную библиотеку имени Пайрамуковой, чтобы привлечь внимание к национальной литературе, вообще к библиотеке. В дальнейшем мы планируем провести ряд мероприятий, связанных с поэзией, письменностью народов КЧР. Безусловно, такие мероприятия нужно проводить, потому что все-таки есть ребята, которые не знают, куда обратиться, с чего начать. Писательство все-таки это тоже нелегкий труд, и с чего начать, какой алгоритм действий прописать, довольно-таки тоже такой нелегкий процесс. Спасибо, для себя тоже много интересного увидели, нашли, и будем тоже чаще посещать такие мероприятия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Главное радио страны, радио России. Настраивайте радио России Карачаева Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова